Добрый день, дорогие зрители моего канала. Канал уверенно обрастает количеством видеороликов, обрастает количеством подписчиков, количеством интересующихся людей. Канал мой многоплановый. Он не только о ремонте телевизоров, он о жизни. О жизни в разных ее аспектах. Ведь я не только ремонтирую телевизоры. Я очень многое умею сделать своими руками. По возможности буду вам показывать то, что я когда-то делал, что я сейчас делаю, что я планирую делать. И я думаю, это будет интересно. Мне кажется, даже за таким телевидением будущее, не за тем, которое сейчас наваливается на вас негативной информацией, какими-то постоянными встрясками, стрессами. Телевидение должно быть вот такое. Домашнее телевидение, общение разных народов, разных семей, разных интересов. Вот это будет наше народное телевидение. Телевидение для людей, которое будет действительно интересным. Поэтому Ютуб, естественно, набирает обороты. Количество каналов растет. Количество появляющейся новой информации возрастает очень большими темпами. Я, как любознательный человек, я не успеваю все посмотреть. Это действительно интересно. Это приносит в нашу жизнь очень большой интерес. Слава Ютубу. Ютубу, кто как произносит. Распаковка. Опять не китайская. Опять не какие-то модные коробочки с Алиэкспресс. Распаковка моя гаражного хранения. Я уже намереваюсь снять этот видеоролик. Три года уже намереваюсь снять его. Я даже снимал определенные фрагменты. Потом даже их не могу найти. Они настолько потерялись среди обилия различных кусочков, что приходится снимать заново. Приходится снимать по-новому. Ролик для семейного просмотра. Ролик для хороших родителей. Или которые хотят стать хорошими. Я немножко раскрываю интригу. Впереди Новый год. Сегодня 19 декабря 2017 года. Долгожданный. Для многих самый лучший праздник. Все, хватит трепаться. Скажут, ты много трепался, где суть? Смотрите. Вот так хранится это мое изделие. Которая рождалась три года назад. Нет, наверное, еще раньше. Так как у меня есть младший ребенок, дочка Маргарита, я очень с интересом наблюдаю, как она растет, какие у нее появляются наклонности, интересы. Я стараюсь их в определенных моментах подстимулировать, подправить, направить. Я, поддерживая творчество своего ребенка, попытался создать такой завораживающий продукт, если можно так сказать. Я решил сделать для ребенка вращающуюся елочку. Давно зрело это жевание. Было из чего? Нужно было только родить саму идею. Как это будет выглядеть? Из чего? Особенно проблематичным оказалось само дерево, само елка. И вот, как бы, знаете, жизнь всегда подыгрывает каким-то желанием. Замечено не один раз. Ты что-то только планируешь, рождается какая-то мысль, и тут вдруг ты в магазине видишь то, что тебе надо. То ли где-то у себя в ящиках нашел то, что тебе надо. То ли какую-то информацию в интернете нашел для этого. Ну, по разным аспектам. И вот здесь, в магазинах все по пять, которые сейчас развелись и наплодились. Я захожу и вижу такую елочку. Готовая. Готовая. Снимает. Это готовое изделие уже кучу проблем. Хранится вот в таком вот собранном состоянии у меня. Замотанное в пленочку. В межсезонье. Смотрите. Елочка сделана. Какой-то искусственный материал. На проволоках. Свитых. Спиральку. Кто-то же это сидит, вручную там делает в Китае. Я не знаю. Китайцы это делают. Или там вьетнамцы. Я ее при вас привожу в рабочее состояние. Смотрите. Так вот. Елочка появилась. А теперь нужно привод для ее вращения. В привод у меня лежали разные двигатели, моторчики. Смотрите какой пушистик. В ваших руках. Которые не надо уже самому изобретать. Нужно найти привод. Сделать как-то соединить с мотором эту конструкцию. Найти игрушки подходящие. И будет у вас для ребенка красивая елка. Распаковываем дальше. Что же я придумал? Что же я придумал? Так. Вот год она так пролежала. Год пролежала эта конструкция. Здесь внутри двигатель. Я покажу. Устанавливается на ось двигателя вот так вот. Готово. Не буду интриговать. Я потом буду рассказывать. Я вам просто покажу как это работает. Но не забываем то, что мы же хотим создать продукт творческий. Творческий для ребенка. То есть она должна елку наряжать само собой. Придумать для нее какие-то может быть даже игрушки. Самодельные. Да, вот это движение уже само по себе завораживает. Я помню как в детстве у одного моего друга была елка вот большая на приводе. Папа там. Где он это все взял? Как он делал? Я не знаю. Но когда мы приходили и видели, что елка вращается. А вращается зрелище. Мало того, там стояли какие-то реле. Они периодически щелкали. Включались различного цвета гирлянды. Знаете, это тоже поджигало интерес. Поджигало какие-то жевания, старания. Вот потому я, наверное, где-то и от таких вот впечатлений я занимаюсь техникой всю жизнь. Так вот я хочу, чтобы мой ребенок тоже постигал какие-то такие вещи. Даже если это девочка. Мальчик это особенно, так скажем, наверное, необходимо. Хотя у меня старший сын вырос. Он гуманитарий. На удивление. Вот как я не хотел, скажем, его подключить. Я не настаивал. Нет у меня такой прямо... Я давал выбор. Ну, у него другой выбор. Понимаете? Он не электронщик. Он гуманитарий. А вот девочка младшая, она очень интересная. Очень у нее много интересных наклонностей, жеваний. Вот ради всего этого старался. Но, смотрите, основание. Ну, учитывая возраст ребенка, вот эти картинки сбоку, многограни, видите? Призма. Призма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь граней. На каждой грани свой рисунок. Смотрите. Скажете, рисунки примитивные, да? Они детские. В этом их ценность. Что ваш ребенок... Ну, может быть, вы немножко поучаствуете в создании этих рисунков. И я потом покрыл лаком все это дело. Покрыл лаком. Но творчество на этом не заканчивается. Можно вырезать из картона, смотрите, такие прямоугольнички. На них рисовать, да хоть каждый год, новые рисунки и наклеивать сюда. Или сделать какие-то такие направляющие, куда они могут вставляться. И ваш ребенок на каждый год будет готовить какую-то новую порцию картинок. Вот такова была идея. Ну, у меня не получилось на каждый год новые картинки. Он и так там у меня, мой ребенок, плодит такое количество этих картин. Бумаги не хватит. Ну, вот такой вот образец совместного творчества. Папа и ребенка. И немножко мамы. И немножко бабушки. Он получился. Он получился. И интерес к нему ничуть не меньше, чем к большой елке. Я ставлю каждый год, пока у меня еще ребенок и ребенок. Дитё. Я каждый год ставлю живую елку. Живую ель. Живую ель. Сосну. Живую сосну. В наших местах в основном распространена сосна. Притом выбираю, стараюсь, чтобы там запах был у нее хороший, такой лесной. Потому что когда-то мне вот так вот, знаете, ты возьмешь елку? Говорю, возьму. Что за елка? А то там знакомый привез, и у него осталось нереализовано. Слушайте. Взял эту елку. Принес домой. Она прокуренная. Она прокуренная. У нее запах такой, как у прокуренного телевизора. Я ее не ставил. Я ее не ставил. Понимаете? Это вот испортит вам Новый год, где-то в непотребном месте пролежавшая. Или сосна. Так вот, к живой елке я ставлю вот такую красивую елочку. У нас есть для нее игрушки. Притом там игрушки эксклюзивнейшие. Они еще 60-х годов. Вот такие маленькие. В этом видео я смонтирую с кусочками прошлого года, где она уже стоит на столе. Во всей своей красе. Это елочка. И сейчас я раскрою. Смотрите. 220 вольт привод. Снимается вот легко. Потому что на этом двигателе вот такая шестерня. И она очень хорошо в эту елку адаптировалась. Я вжал просто. Просто вжал. Фокусируется там. Раскрываем, смотрим. Что же внутри? Так, поменяем на более мелкий кресик. Сейчас вы увидите всю мою идею. Ничего сложного. Двигатели можно абсолютно разные. Фанера восьмислойная. Давайте же будем смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь граней. Семь граней. Показать размеры. Покажу размеры. Может кто-то не захочет сам чертить. Не захочет выдумывать. А так, может быть, у вас идея создания такой елочки пройдет быстрее. Смотрите. Тут же нужно так вот досточки подрезать немножко в середину. Тринадцать и две десятых. А понаружи четырнадцать и три десятых примерно. То есть сто тридцать два и сто сорок три миллиметра. Так. Высота семьдесят два миллиметра. Диаметр диска линейки не хватило. Ну, порядка триста тридцать миллиметров тридцать три сантиметра. Отверстие внутри тридцать два миллиметра. Вот так вот у вас будет выход. Что же за двигатель? ДСД два П один. Два оборота в минуту пятьдесят герц. И казалось бы, он слабенький. Его должно не хватить. Хватает? Хватает. Ну, вот я еще сделал два предогранителя. Хотя можно было, может быть, и не делать. закрепил термоклеем, пистолетом. Быстро очень. Держится уже сколько лет. Видите, была разметка. Разметка. клеил ПВА, по-моему. Смотрим низ. Вот так вот зафиксировал шнур. Просверлил отверстие. Толщина вот этих вот досточек двенадцать миллиметров. вот так это все получилось. Была подходящая фанера. Зато сколько интереса, сколько удовольствия. И ребенок уже всегда я, папа, жду, когда ты уже принесешь нашу елочку. Когда она уже у нас будет стоять. Давай быстрее. И, конечно же, уже дней за пять до Нового года она уже у нас стоит на столе во всей своей красе. Вот такая простая конструкция. А мотор? Мотор может быть можно взять еще от микроволновой печи. Мотор вращения поддона. Тоже очень даже может подойти. Потом вот есть такие моторы с вентилятора колонного типа тоже наверно подойдет. Да хотели бы есть желание найдете подходящий мотор. Делайте, изобретайте, помогайте детям творчески развиваться. На ваших глазах будет происходить превращение вашего ребенка в интеллектуала. Дома и два. Дома Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...